Какие плохие сегодня наряды. Ужас. Ужас. А вы бываете в Михайловском? На французских премьерах? Я вас что-то не видела. Чтобы увидеть премьеру, больше не нужно ехать в Санкт-Петербург. Театральное объединение «Старый вокзал» в 11-м лицее уже готовит новую постановку. Грустная, неразделимая со смешным «Надежды Тэфи». Продумано всё до мелочей. Жемчужные нити, атласные платья. В одном из эпизодов выступает Ксения Хрусталёва. С актёрской игрой она на «ты» ещё с детского сада. Примерять на себя серьёзные роли начала в седьмом классе. За это время я успела сыграть огромное количество ролей. Но вот ту, которую вы видели сегодня, наверное, моя самая любимая. Ну, это была девушка, которая пришла в театр. И, скорее, она не сильно образованная, не сильно приличная. И показывает вот такие свои неправильные манеры в театре. Репетиции два-три раза в неделю. В команде почти 30 юных талантов. Включая те, кто отвечает за сценический образ и декорации. Труппа выступает повсеместно. Первым делом радуют родителей на школьных концертах. А между делом завоёвывают первые места. Зрительские симпатии по всему региону. Ближайший конкурс уже в эти выходные. На протяжении всех этих лет мы активно участвуем в различных конкурсах. Это конкурсы городского уровня, театральная маска, золотая маска. Многие другие. Наши дети участвовали в конкурсах актёрского мастерства. Лилиана Парфирова уже 15 лет отвечает за успех театрального объединения в 11-м лицее. Раньше сама выступала на сцене. До сих пор помнит первый выход. И дрожь в коленках. Как отметили в профильном министерстве, именно благодаря таким педагогам, без остатка преданным своему делу, удастся в полном объёме выполнить получение президента. К 2024 году при каждом учебном заведении обеспечить работу театральных студий. Это в приоритете, конечно, должен возглавлять тот человек, который, можно сказать по-простому, болеет душой и сердцем. И для данного человека будут созданы условия для повышения квалификации. В пределах двух тысяч школьников уже участвуют и принимают активное участие в различных студиях, объединениях, кружковых работах. А таких по всей Ульяновской области больше шестидесяти. Как отметил Сергей Васин, работать планируют с опережением. И уже к сентябрю 2023 года полностью выполнить план создать 410 школьных театров. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.